Библейский портал экзегет.ру представляет В ближайших лекциях поговорим о том, какое место занимает эта книга в каноне Ветхого Завета, в каноне книг пророческих, какая история этого сочинения, как она, эта книга, оказалась в каноне священных книг и о том, чему нас эта книга может сейчас научить, наставить, удивить, поразить и так далее. Начиная нашу первую лекцию, поговорим о таком общем введении в эту книгу, о том, при каких обстоятельствах каким автором эта книга была создана. И самое главное, обратимся к очень острой, непростой теме, теме жанра, жанрового своеобразия этого сочинения. Начиная наш разговор про книгу пророка Ионы, скажем следующее, что, к сожалению, эта книга является одновременно и очень знакомой, очень понятной, вроде бы смысл ее очевиден. Все дети, все люди образованные, читавшие классику мировой литературы, точно знают историю этого сочинения, историю бедного пророка Ионы. Но при всем при этом, эта книга оказывается очень часто неправильно, поверхностно, поспешно прочитанной. Итог этого прочтения, печальной книга оказывается той, которая обладает репутацией банальной, такой простой и поэтому малоинтересной книги. Целью моего выступления, моих лекций будет разоблачение этого мифа. Итак, переходим к общему видению в книгу пророка Ионы. Итак, я думаю, что читатели и слушатели портала «Экзекет» знают, что канун Ветхого Завета имеет три части. Это есть книги Пятикнижья Моисеева или иначе Тора. Вторая часть – это книги пророков или пророки просто. И часть третья – это Писание. Книги пророков имеют сложные деления. Это большие пророки Исаии, Иеремии, Иезекииль и книги малых пророков. Их насчитывается 12 и в Древнем Израиле у евреев это был один свиток, состоящий из 12 малых пророков. По объему этот свиток равнялся одному большому свитку в книге пророка Исаия. Как само название этого цикла подсказывает нам, что тут, видимо, имеются в виду пророчества. И действительно, читая книгу пророка Амоса, Авдия, Оссии, Захарии, мы находим это изобилие пророческих текстов, которые посвящены судьбе Израиля, будущей участи, грядущей участи врагов Израиля, Оссирии, Бавилонии и так далее. И вот в этом перечне книг малых пророков занимает свое место книга пророка Ионы. И вот сразу при внимательном, вдумчивом чтении, неторопливом чтении книга пророка Ионы возникает такое некоторое недоразумение. Книга пророка Ионы выделяется, или, как бы иначе говоря, плохо вписывается в череду окружающих, соседствующих с ней книг. Ну, например, всем очевидно то, что книги пророков это обычно такой монолог, такая поэзия, рифмовые строчки, сказанные от первого лица, изложение того видения, того знания, которое Бог сообщает своему избраннику пророку. Читая книгу пророка Ионы, мы находим там то, что называется современными литературоведами, учеными нарратив. Это рассказ, это книга, где есть рассказ о судьбе одного из пророков. В этом отношении книга пророка Ионы уже выделяется. Дальше, говоря о пророческом в этом сочинении, можно сказать следующее, что пророчество в книге пророка Ионы измеряется одним стихом. Глава 3, стих 4, это единственное пророчество, которое было изложено, которое содержится в этой книге. Один стих на 4 главы, это все, что касается, собственно, пророчества в сочинении книги пророка Ионы. И, наконец, еще очень важная вещь. Внимательно относясь, исследуя, пытаясь понять психологию героя этого сочинения, книги пророка Ионы, мы видим, что он какой-то пророк довольно необычный, своеобразный, выделяющийся, иначе говоря. Что имеется в виду? Как правило, нормальный пророк Ветхого Завета, когда Бог ему говорит делать что-то, идти, проповедовать, жертвовать собой, обречать, наставлять, он либо послушно это все исполняет, без всякого слова «нет», «не хочу», «не могу», либо этому предшествует такая, ну почти, не знаю, относящаяся к правилам приличия, небольшая такая заминка, где пророк говорит, что он не может, или он не способен, либо он молод, но Бог его быстро убеждает. И вот на этом фоне, в этом контексте Иона – это какой-то, понимаете, иначе говоря, скажем прямо, антипророк. Он последовательно, он постоянно не желает исполнять свою пророческую, Богом на него возложенную миссию. Пророк Иона убегает, избегает Бога и того, что Бог ему хочет поручить, а именно донести весть, весть печальную, весть трагическую жителям города Ниневия. Говоря о… еще такие наши самые общие слова, такое самообщее введение, конечно, у книги пророка Иона есть репутация такой детской книги, есть много изданий, где есть изображения, этого и кита, и Ионы, и вот этих моряков, есть хорошие детские публикации. И книга пророка Ионы очень хорошо ложится на такой вот детский дискурс, иначе говоря. Детям понятно, что там происходит. Рыбка, пророк, рыбка съела пророка, потом пророк спасся, и миссия была исполнена. Ну, дорогие друзья, на самом деле, книга пророка Ионы является вполне себе взрослым сочинением, серьезным, ставящим сложнейшие, острые вопросы. И что самое важное, эти вопросы, ставящиеся книгой пророка Ионы, не обязаны, должны быть для нас удобными, решенными, приятными, или какими-то приемлемыми. Воистину, то, что было сказано автором этого сочинения и до сегодняшнего дня является таким нервным вопросом, таким нервом, касающимся самой христианской жизни, самого христианского призвания. Говоря о авторстве этого сочинения и с этим вопросом связана и связана тема жанра этого сочинения, начнем так наше изложение. Сам автор книги пытаются показать нам то, что эта книга была написана или принадлежит, либо рассказывается о современнике, который жил во времена Северного царства, восьмой век до Рождества Христова. Время, когда правил царь Иеравам II, это было время такого некоторого расцвета Северного царства, Израиля, держава ассирийская временно ослабла, был вакуум власти, и вот на этом фоне Иеравам II и живший в его время пророк Иона, о котором рассказывает нам четвертая книга царств, глава 14, и как раз вот Иеравам II, он является успешным царем в отношении внешней экспансии, расширения подделов, границ власти Северного царства Израиля. Но все это кончилось в трагедии, когда Северное царство, Самария была взята, разрушена, уничтожена, и прекратилась история больше, чем половины всего еврейского, израильского народа. Но на самом деле, говоря о жанре, надо понимать следующее. Действительно, многие книги Ветхого Завета и Нового Завета пытаются выставить себя за тех, кто написан был другим, нежели автор. Ну, такой был прием, очень популярный, приемлемый, тут нет ничего касающегося какого-то вранья, лукавства. Так было принято писать древние сочинения, чтобы донести какую-то мысль, нормально было приписывать эту книгу вот к какому-то древнему авторитетному персонажу. И говоря о контексте, в котором лучше всего мы можем понять смысл, весть значение этой книги, то, наверное, этот контекст будет относиться не к восьмому веку до Рождества Христова, не к седьмому, а гораздо более позднему. Итак, что имеется в виду? Какие темы ставятся, поднимаются в этом сочинении? Темы, которые были неактуальны во времена того самого пророка Иона, жившего при царе Иеравами II. Кто окружает, с кем взаимодействует Иона, изображенный, действующий, присутствующий в книге пророка Иона? Во-первых, книга пророка Иона рассказывает о путешествующем евреи, путешествующем израильтянии. Этот путешественник плавает, он знаком с морем, знаком с моряками, он знаком с их благочестием, он управляется на чужбину, взаимодействует на чужбине с жителями этой чужбины, этой не еврейской, не израильской земли. И, читая книгу пророка Иона, мы находим удивительные вещи. Выясняется, что почти все язычники, не израильтяне, не верующие люди, понимание близком, разумеется, не верующие люди, оказываются хорошими. Хорошие моряки, которые не хотят Иону выбрасывать за борт, которые молятся, обращаются к своим богам, и желают избежать максимально последовательно и настойчиво какого-то беззакония, греха. Вот это хорошие моряки. Дальше мы идем в Неневию, и там есть царь, и там есть местные жители, там есть местные жители, которые являются животными. И вот мы видим, что эти люди обладают воистину библейской образцовой способностью к покаянию и раскаянию. Сам царь и сами эти жители по слову одному слову пророка, выраженному в одном предложении, они готовы сделать покаяние в библейском значении этого слова. Ну и так далее. Этих примеров много, мы потом, когда будем читать книгу, еще раз их прокомментируем. Иначе говоря, книга пророка Иона рассказывает о еврее, знакомом с жителями других земель, даже более того, живущим среди жителей других земель. И, конечно же, тогда получается, что книга пророка Иона, наверное, была написана в гораздо более поздние времена, в послепленную эпоху, это вот века V, IV до Рождества Христова, жителями Месопотамии, оставшимися там, либо теми, кто вернулся с Эзери, Неемии и Иерусалим, чтобы там отстраивать нацию, отстраивать государство. И возвратившиеся люди, у них были вот такие вот некоторые богословские проблемы. Что есть Израиль, какая есть цель Бога относительно Израиля, какая функция пророка, почему пророки прежние, древние говорили, что не всегда сбывалось, какой смысл вообще в этом событии, трагическом изгнании, разрушении храма. И все эти сложные вопросы, они поднимаются к книге пророка Ионы. Скажу более, эти вопросы поднимаются в таком довольно драматическом, пессимистическом ключе. Вплоть до того, что книга пророка Ионы лучше всего читать вместе, рядышком, не с какими-то книгами пророков малых или пророков больших, а с книгой пророка, извините, с книгой Иова либо с книгой Экклезиас, там, где господствует такая некоторая минорная, пессимистическая точка зрения. Итак, резюмируя это введение, скажем следующее. Итак, автор живет в мире космополитическом. Ему знакомы язычники. Автор знает, что язычники часто бывают людьми примерными, образцовыми. Прежняя древняя схема, которая действовала, которая господствовала и которая работала во времена еврейской монархии, «мы» – это белые, они – это черные, «мы» – это божий народ, а все, кто не мы, хананеи, филистимляне, фенетийцы, ассирийцы и прочие, эгиптиане – это есть черные, это есть богу противные народы. Эта схема уже не действует, и вот в этом контексте возникает попытка переосмыслить предшествующую пророческую традицию. Сказав все это, обыдившись, что книга пророка Иона выделяется, она какая-то уникальная, в общем, перечня книг пророков, спросим себя еще раз, тогда почему она оказалась в череде книг малых пророков? Ответ будет основательным и доводы серьезные для этого помещения книги пророка Иона в цикл книг пророческих. Итак, эта книга все же о пророке, эта книга все же о пророчестве в двух отношениях. Во-первых, эта книга, которая излагает нам, может быть, максимально остро, максимально драматично психологию пророка, человека несвободному, человека, которого Бог мобилизует, которому Бог дает поручения, с которым Бог не всегда сообразует свои цели и свою миссию. Иона осознает эту драму пророческого служения и, читая книгу пророка Ионы, мы понимаем, что он не всегда готов с этим согласиться. Он протестует против этого, как кажется ему, несправедливого, нечестного отношения между Богом и пророком. Во-вторых, как уже было сказано, книга пророка Иона анализирует, полемизирует, осмысляет то, что было сказано другими пророками относительно Израиля и его соседей. Ну, вот маленький пример. У книг малых пророков есть такой жанр, такой есть устойчивый сюжет, называется проклятие народом. Вот проклинаются народы, окружающие Израиль, Эдом, Ассирия, Вавилония, вот и там призываются, божьи кары призываются на этот народ, говорится, нечто печальное, грустное, такое тяжело читаемое сейчас с нами относительно этих народов. Книга пророка Ионы тоже рассказывает об Израиле и о не Израиле, а точнее о Израиле и о Сирии и о столице этого государства, уничтоживавшего Северное царство Ниневии, но рассуждает, как мы убедимся, немножко необычным, своеобразным путем. Говоря еще о жанре книги «Разовьем нашу мысль», конечно же, есть устоявшееся представление, устоявшееся представление о том, что эта книга является точным изложением того, что произошло с конкретным, отдельным, живым человеком. Иначе говоря, был человек Иона, был какой-то Кит, был город Ниневия, был царь Ниневия, и вот все это есть точное изложение того, что было в реальности, того, что было в истории. Иначе говоря, книга пророка Иона понималась очень долгое время как книга историческая, и даже написаны были большие тома, сочинения, где пытались поместить Иону в какой-то контекст восьмого века Доброжества Христова, либо другие сочинения, пытались найти рыбу, кита или кашуалота, который может человека прокладить, там его в своем животе три дня продержать, с тем, чтобы человек после этого не скончался, не умер, а был бы в похлоне себе жив, мог бы молиться, петь псалмы, потом бы оказался на берегу Средиземного моря. Но, разумеется, как я уже вам, надеюсь, дал понять, это прочтение книги является не очень перспективным. Во-первых, в жанрах книги это не история, иначе это была бы книга помещена в череду книг, таких как книга Паралипомин, книга царств и так далее, второзаконие, а это книга пророческая. И жанр этого сочинения не история, это есть роман о пророке, роман о пророчестве, философский роман, в котором темы богословские, этические являются основными. Это роман, в котором есть сюжет, связанный с диалогом, с конфликтом разных идей, разных богословий, разных идеологий, а сама история пророка Иоанна является таким, понимаете, внешним изложением, привлекательным, увлекательным, вызывающим интерес, в котором эти сложные глубокие вещи, глубокие вопросы, они и изложены. Ну вот, конечно же, кого-то из вас может, не знаю, шокировать, либо удивить, то, что вот кит это не кит, ион это не иона. Ну вот, устоялось, пример такой, точнее, аргумент такой. Устоявшееся название того, кто съел иону, это кит. Слово кит появилось в одном из европейских переводов, и на самом деле никакого кита в тексте еврейском нет. Это просто какая-то, это то, что называется хадак-гадоль, большая рыба, большое морское существо какое-то. В этом сочинении не указан авто, не указан царь, правитель Ниневии, потому что все это неважно. Это есть такой полусказочный, полу, такой, понимаете, мифологический, полуфольклорный рассказ, где есть вот такие вот сказочные события. И в этой такой привлекательной обертке, обложке, внешнем виде излагаются серьезные библейские, богословские идеи. Резюмируя наше введение, рассказ о жанровой специфике этого сочинения, скажем то, что это есть не история, это есть не хроника жизни одного человека, это есть теология, философия, размышления о смыслах, выраженные в романической, в нарративной форме. Спасибо за внимание. Продолжение следует...